Раньше при покупке макбука у вас было два варианта. Вы могли приобрести MacBook Air. Это компактный, дешевый, доступный вариант с обычным экраном. Но со временем вы могли бы его продать примерно за те же деньги. Это MacBook Air. А с другой стороны, вы могли взять уже серьезное решение. Это MacBook Pro. Он потолще, но у него же ретимный экран, у него уже мощная начинка. И он, конечно, подороже. И вы колебали взять Air сейчас на год, либо уже прошечку взять, но уже на более долгий срок. И сейчас Apple выпустила золотую середину. Это новый MacBook Air золотого цвета, кстати, раз золотая середина 2020 года. И этот MacBook сейчас самый доступный среди всех MacBookов. Обновленный процессор, новая начинка. И он мощнее, чем MacBook Pro прошлых лет. Интересно? Давайте расскажу, распакуем его, протестируем. Поехали. Спасибо магазину и технике Apple ConnectStore.ru за предоставленный MacBook на обзор. Ссылка под видео. Переходите и заказывайте технику Apple с доставкой на дом. А мы переходим к распаковке. Какие версии MacBook Air бывают? Бывает то, что у меня это 2 ядра и 256 гигабайт. И бывает 4 ядра и 512 гигабайт. Что нового? Здесь новый процессор, нового поколения. Частота процессора меньше. 1,1 ГГц. Всего лишь 2 ядра. 256 гигабайт. По сравнению с прошлой версией было 128. Теперь 256 за те же деньги. Обновленная оперативная память. LPDDR4X 3733 МГц. Если вам цифры не нужны. Обновленная графика. Цвета остались те же. И, конечно, здесь новая клавиатура, на которую мы посмотрим. Открываем. Вау, золотой. Ну, комплектация стандартная. От предыдущего, в принципе, не отличается. Давайте посмотрим. Здесь кабелек Type-C Type-C. Маленький. Посмотрите. Вы берете с собой MacBook. У вас такая маленькая зарядочка. Очень компактная. Его всегда можно брать с собой. Книжечки, документация, яблочко. MacBook Air. MacBook Air. Привет. Привет. А яблочки есть? О, они перестали яблочки ложить? Ну, нет, есть. Яблочки под цвет MacBook. Комплектация стандартная. А вот и сам MacBook. Как ни крути, он очень красивый. Конечно, цвет, ну, не знаю, не мужской, но выглядит здорово. И мы открываем. И, конечно же, он сразу нас будет встречать. Загорается яблочко, я уже вижу. И он готов к настройке. Новая клавиатура. Новая клавиатура. Новая клавиатура отличается тем, что она меньше залипает. Ну, в том плане, что клавиши раньше могли залипать, потому что был маленький ход. Теперь вернулась клавиатура обычная с iMac, можно сказать. И кнопка включения, и кнопка отпечатки пальца теперь матовая. Очень необычная. Давайте сейчас включу его настрою и посмотрим. Итак, я его настроил, активировал. Трекпад мне очень нравится. У меня такого нет. Это трекпад Force Touch, и он делает клик в любой части MacBook. Клавиатура тоже необычная. Это Magic Keyboard. Она мне понравилась. И что интересно, отпечаток пальца стал матовым. Что у нас по поводу подключения. Смог у нас два Type-C порта, или Thunderbolt 3. Можете подключать и внешние жесткие диски, и видеокарту, все что угодно. Здесь у нас один 3,5 мм разъем для наушников. Конечно, из-под цвета клавиатуры. Она включается, когда в помещении темно. И давайте его протестим в тесте Final Cut. Если вы еще считаете, что Type-C это неудобный разъем для подключения, я вам хочу кое-что показать. Смотрите. Вот мой жесткий диск Lacey, и у него порт Type-C. И я пользуюсь обычным проводком. Он выглядит вот так. Это Type-C я подключаю сюда. А это разъем от обычной USB-шки я подключу сюда. Но здесь у меня уже сам корпус по толщине как USB. И это не очень удобно. Но в комплекте на будущее у меня был проводок Type-C, которым я могу воспользоваться. Преимущество, что я могу подключать его и сюда, и сюда, и любой стороной. Не важно как. Я его просто подключаю. И уже могу с ним работать. А еще, если MacBook у вас, например, подразрядился, то вы можете воспользоваться проводком Type-C на обычной USB и от обычной Powerbank, и его подзарядить либо в дороге, либо в машине от обычного перекуривателя. Подключаем. Пошла зарядка. Вот так просто это работает от обычной Powerbank. Чем Powerbank мощнее, тем будет быстрей и заряд. Но пока что и этого мне достаточно. Теперь давайте я сделаю тест на монтаж видео. Это мой тест. У меня целая серия роликов есть. И мы посмотрим на его реальную производительность в работе. Прямо сейчас сравним два MacBook. Это мощный, казалось бы, MacBook Pro 2014 года. Здесь Core i5, два ядра по 2.6. А здесь у нас Core i3, два ядра по 1.1. Казалось бы, да, я бы хотел Core i5, я бы хотел Core i7. А здесь Core i3 стоит. Очень простая начинка. Посмотрим, кто быстрее в тесте Final Cut сделать стабилизацию видео. Видео это 1 минута 4К, снято на iPhone. Кто быстрее стабилизирует картинку в этом тесте. У меня есть секундомер. И я одновременно нажму. Здесь. Здесь. И здесь. Получилось. Всего лишь 1 минуту. Посмотрим, сколько это будет по времени. У Air 6-7%, у Прошки 5%. Небольшой выгрыжу есть. Но дождемся до завершения. Воу! Air 25%, Прошка 14%. Вы хотели Core i5 и побольше частоту? Вот вам Core i3, 2 ядра по 1 и 1. Вот прямо сейчас вы такие, я не хочу брать Air. Air ноутбук это такой вот для интернет серфинга. Я вот Прошку беру, я же для Pro задачи. Я вот хочу помощнее себе. 50%. 26%. В 2 раза прямо сейчас базовый Air мощнее, чем MacBook Pro, который вы можете купить с рук и который вы смотрите по частоте. О, у процессора большая частота, значит будет хорошо работать. И вот про что. На цифры не нужно смотреть. Смотрите на реальные тесты в тех программах, в которых вы будете их использовать. Конечно, у Прошки цена в 2 раза меньше, потому что если вы купите с рук или бушный. Но сколько он проработает, на него уже не будет гарантии. И по батарейке сколько он проживет, непонятно. Здесь все новое вы достали из коробки. Полностью новый MacBook. И за него не переживайте. Пока у нас прохладно. Я пока что не слышу, чтобы шумел ни один из вентиляторов. 84%. 48%. И конечно, если вы покупаете новый MacBook Air, по сравнению с поддержанной Прошкой, его хватит на будущее намного дольше, чем у этой Прошки. Эту Прошку я уже хочу менять. 95%. 96%. 98%. 99%. Бам, 100%. Нажимаю круг. MacBook Air справился со всем за 8 минут 15 секунд. Вот такой у нас результат. Прошка еще в работе. Air шумит громче, чем Pro прямо сейчас. Вентилятор раскрутился больше. Ну, не сильно горячий, корпус, скорее всего, не сильно. 8 минут, получается, 15 секунд справился. Air со стабилизацией, а Pro мы еще ждем. В 2020 году 1 минуту 4К видео стабилизировать 8 минут, это много. 99%. 100%. 8 минут MacBook Air, 10 минут MacBook Pro. Вот что делают новые технологии. Это по стабилизации картинки. Давайте сделаем следующий тест. Следующий тест, я сохраняю уже готовое видео. Это стабилизированное 4К видео длиной 1 минуту. Ну, посмотрим, кто быстрее. Air или Pro. Ну, прямо сейчас Air слышно больше, чем Pro. Это очень тихо, но если прислушиваться, Air слышно. Pro все еще нет. Но Air делает задачу быстрее, 82%, 58%. Air закончил. За 2 минуты 55 секунд. У Pro 70%. Идем. 100%. Pro закончила. Бам. 3 минуты MacBook Air, даже 2,55. И 4 минуты 15 секунд MacBook Pro. Air намного быстрее, чем Pro. Вау. При том, что он тоньше, легче, новее. Теперь проверим звук. Apple постепенно улучшает звук в своих MacBook. И самый лучший звук в MacBook Pro 16 дюймов, который начинается до 200 тысяч рублей. Но произошла ли революция или вообще хоть какие-то изменения за 5 лет между MacBook Pro и самым новым Air. Сейчас мы послушаем разницу. Вы не знаете, откуда, какой звук идет прямо сейчас. Но давайте. Припев сейчас будет. Басоку больше. Ну, немножко более плоский звук на Прошке. И басы такие. Что это? Он толще и звук хуже. Что это за плоский звук? Да, реально лучше. Что по размерам? Ну, если вам видно, по размерам Air немного меньше. Ну, скажем, на пол толщины пальца. Здесь и немного здесь. Немного компактнее, за счет того, что у него рамки. Но в толщине. Особенно спереди. Прошка, кажется, такой большой и тяжелый. А Air действительно тонкий и легкий. Держу сейчас этот MacBook и понимаю, что технологии делают свое дело. Несмотря на цифры, что у меня на 2,6 частота процессора, а здесь 1,1 технологии делают свое дело. Air действительно мощнее, звук чище, порт для подключения быстрее. И лично для меня они уже становятся привычными. Он легче и он тоньше. И Air мне нравится. Это отличный компьютер. И эта версия на 256 всего лишь двумя ядрами. Если возьмете на 512 и там будет 4 ядра, он будет почти в 2 раза мощнее, чем Apple. Ну, не в 2 раза, но почти в 2 раза. И мощности вам точно хватит. Что в заключении. MacBook Air 2020 однозначно мощнее, чем MacBook Pro 13 дюймов 2015 года, 2016, 2017. И я думаю, что 2018 года. Потому что там процессоры более старых поколений. Здесь уже Intel Core 10 поколения. Если вы 2 года назад брали MacBook Pro, достаточно дорогой, то теперь за 90 тысяч у вас модель помощнее, чем Прошка. Да, у Прошки немножко лучший экран, тем, что он поддерживает цветовую передачу DCI-P3. То есть там какие-то чуть-чуть больше цветов и цветокоррекцию. Или работу в Photoshop вы можете чуть-чуть лучше видеть. Но Прошка стоит уже сильно дороже. Это стоит 90 тысяч рублей. Вы можете купить в ConnectStore.ru. Ссылка в описании. Переходите и заказывайте. Очень необычная ситуация. Конечно, вроде бы как на MacBook Pro работаем. Мы банкируем видео, создаем какие-то сайты, делаем что-то в 3D, учимся. А здесь Air, который обгоняет по мощности. Он более компактный. Тут лучше звук. И стоит всего 90 тысяч. Всего я сравниваю с более дорогими версиями MacBook Pro и MacBook Pro 2019 года, например. Однозначно Air стоит брать. Это крутой ноутбук. Вам мощности его точно хватит. То есть какой смысл переплачивать за MacBook Pro, мне так кажется. Когда вы в прошлом году купили Прошку за 120 или за 140 тысяч. И Air по мощности за 90 такой же мощный, как и ваша Прошка 2019 года. Air для меня – это золотая середина. Отличный MacBook, который я взял себе на обзор. Мне он понравился. Поэтому не сомневайтесь. Если у вас есть возможность, вы можете легко его брать. Это отличный компьютер. Это был легкий обзор легкого MacBook Air 2020. Подписывайтесь. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok